Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Жизнь завода в красках. На авиаагрегате появилась огромная граффити с историей производства. Каждый мегабайт на счету. Самарские ученые изобрели устройство, которое считает интернет-трафик внутри страны. Самара в стиле модерн. В доме журналиста открылась выставка Елены Малыгиной. Жизнь в одном из цехов завода авиаагрегат заиграла новыми красками. На стене появилась огромная граффити, которая символизирует историю авиастроения и его будущее. Анастасия Ярыгина узнала, как всего два художника справились с такой масштабной работой. История завода на 140 квадратных метрах. Именно столько занимает это граффити. Рисунок символизирует прошлое, настоящее и будущее авиаагрегата. От самолетов времен Великой Отечественной войны к еще не созданным летательным аппаратам. По словам руководства, хотелось отразить связь поколений, показать рабочим, что они чаще чего-то большого и значимого. Композиция, которая позволила как-то людям понять, чем они занимались, или их, здесь очень много династий, их деды, их отцы, что они выпускали. И сегодня дети или внуки видят, что они участвуют. И каждый, наверное, на этой граффити найдет свой этап жизни. Алексей Данилов в рисунке увидел всю свою жизнь. Рассказывает, на стене как будто бы изобразили его самого. Таким же молодым и целеустремленным он пришел на завод 11 лет назад. Рвался работать на станке. А теперь, спустя годы, заведует всем цехом. Говорит, с появлением граффити работа идет совсем по-другому. Проезжают все, завидуют, проезжают все здесь на транспортировке, на тележках смотрят, то есть завидуют. Но у них просто таких стен нет еще, все оборудованием занято. Раньше здесь висели портреты людей, которые там заслужили награды на предприятии. Сейчас там организовали другую доску, а здесь, конечно, стало именно изображение такого рвения к работе. Художники рассказывают, прежде чем приступить к работе, долго создавали эскиз. Согласовывали с руководством, вносили правки. И за 15 дней смогли заполнить огромную стену. Чтобы детально перенести эскиз, использовали проектор. Так, по частям, работая по вечерам и на выходных, изменили облик цеха. Рассказ об истории завода начали, конечно, с рабочего. Динамичная поза, стремление к действию, к победе. Станки, самолеты – это отсылка непосредственно к производству самого завода. То есть, для каких моделей самолетов, вертолетов производились шасси и другие детали. Беспилотник нарисовали с намеком на посылку будущего. Рисовали баллончиками, рисовали красками с кистями. Довольны были, когда все закончили. Это первое, но далеко не последнее преображение облика завода. Руководство обещает больше изменений, чтобы завод шагал в ногу со временем не только в производстве, но и в жизни. Анастасия Ерегина, Константин Головин. События. В Самаре изобрели устройство, которое контролирует интернет-трафик внутри страны. Разработка позволяет сократить риски взлома национальных баз данных и утечки информации за рубеж. Сейчас проводят заключительные тесты, устройство уже работает. Когда его окончательно выпустят на рынок, узнала Мария Левина. Андрей Сухов – профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Вместе со своей командой он создал уникальную разработку, которая позволяет мониторить интернет-трафик. Мы специально провели исследование. Я говорю, мы нашли способ измерения пропускной способности сети. Этого никто на нас не делал. Все началось с того, как самарские ученые получили задание измерить сетевые характеристики, включая пропускную способность. Исследования длились около двух лет. Каждый день ученые работали над проектом, чтобы сегодня прийти к уникальным результатам. Устройство NetTestBox позволяет не только измерить трафик, но и отследить долю, утекающую за рубеж. По этим параметрам можно судить о том, напрямую идет трафик или выходит за пределы сети этих операторов. То есть, например, он может идти не только по России, но может также выходить за пределы нее, несмотря на то, что телеком-операторы находятся, допустим, даже в одном городе. Это прямой ущерб безопасности трафика. Сейчас устройства, которые отслеживают трафик иностранного производства, российских аналогов до сегодняшнего дня не было. И даже информация, передающаяся внутри России, в какой-то степени проходит через заграницу. Доступа к ней там нет, но риск, к примеру, взлома есть всегда. Проект самарских специалистов сводит эти риски к минимуму. К тому же себестоимость такой разработки достаточно экономична, в пределах 5000 рублей. Тесты продлятся до весны, после чего устройство будет готово выйти на рынок. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Свой юбилей отмечает неврологическое отделение для больных с инсультом. В больнице имени Середавина вот уже 10 лет специалисты занимаются не только лечением, но и последующей реабилитацией больных. Свою юбилейную дату, как вводится, медики отмечают на рабочем месте. Иначе нельзя. В этом отделении круглосуточная напряженная работа. Слово Мэри Елчан. Больше ста больных с начала года пролечили в нервологическом отделении больницы имени Середавина. У Валентины Сахарновой неделю назад развился гипертонический криз. В результате случился инсульт. Женщину сразу госпитализировали в больницу. Поначалу у Валентины отсутствовала речь. С помощью логопедических лечений пациентка может говорить. Правда, пока с трудом. Самочувствие прекрасное. Массаж делали. У меня правая сторона отнялась. Кроме того, обследуемся и МРТ. Неврологическому отделению в этом году исполняется 10 лет. Здесь круглосуточно госпитализируют и оказывают экстренную медицинскую помощь. Ежегодно в отделении проходят лечения почти 2000 пациентов с сосудистыми заболеваниями. В отделении трудятся 93 сотрудника. В нашу зону ответственности входит несколько районов области. Это Кенельский, Красноярский, Волжский, Кошкинский, Елховский район. И территория, ближайшая к областной больнице. В среднем к нам в отделении поступает 5-6 человек ежедневно. То есть это достаточно интенсивная, напряженная работа. И наша основная задача – оказать качественную помощь данной категории больных. В региональном сосудистом центре есть несколько оборудованных тренажерами кабинетов. Для реабилитации больных. По большей мере после инсульта. Например, тренажер виртуальной реальности. Он может использоваться при заболеваниях, которые сопровождаются двигательными расстройствами. Во время занятия на пациента надевают специальные очки. На ноги – пневмоманжеты. А компьютерная программа погружает его в виртуальную среду, где человек видит, что он делает шаг. Одновременно с этим манжеты воздействуют на его стопы. И возникает ощущение движения. Занятие для тяжелых пациентов может длиться и до 20 минут, а может идти и до 30 минут. В зависимости от того, как у него состояние позволяет. Там сопутствующие заболевания могут быть и хронические сердечные недостаточности, и бронхолегочные заболевания. Если все в этом порядке, то пациент достаточно хорошо идет на восстановление. Стресс, неправильное питание, злоупотребление алкоголем и табаком – все это приводят на больничную койку. Часто люди до 50 лет уверены, что им ничего не грозит и избегают профилактических осмотров. Врачи рекомендуют при первых же признаках инсульта, а это нарушение речи, слабости в руках или ногах, сразу вызывать неотложную помощь. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Авария, которая привела к пожару. Сегодня на пересечении Гагарина и Авроры образовалась пробка. По словам очевидцев, улицу Гагарина окутали клубы дыма, а прямо на дороге лежал человек без сознания. Сотрудники ГИБДД разворачивали водителей, которые пытались проехать по улице Аврора в сторону московского шоссе. В ДТП пострадали Ниссан Альмера, принадлежащие Яндекс.Такси, и МиниВэн. Автомобиль Яндекс.Такси сгорел дотла. В джипе самарского пенсионера обнаружили 800 граммов героина. В отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. От дачи показаний мужчина отказался. Его заключили под стражу. 4 миллиона рублей за ДТП, которых не было. В Самаре на скамье подсудимых скоро окажутся участники банды, которые обманным путем выманивали деньги у четырех страховых компаний. Организатором преступной группы выступил 41-летний мужчина. Он делал поддельные справки о ДТП, а затем передавал их участникам банды. Те с помощью этих справок получали в страховых компаниях возмещение за несуществующие аварии. Таким образом, преступники похитили более 4 миллионов рублей. В отношении членов банды было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В троллейбусах 16 маршрута теперь нет кондукторов. Пассажиры должны приобретать билет у водителя. Водитель обелечивает пассажиров при выходе из салона. Впервые идея отказаться от кондукторов в общественном транспорте прозвучала летом. Поводом стали претензии к качеству работы этих сотрудников и связанные с ними скандалы. Самой резонансной стала история о незаконном использовании социальной транспортной карты. По словам региональных властей, некоторые работники использовали их в корыстных целях. Проводили проездные по несколько сотен раз, а собранные деньги забирали себе. Самара в стиле модерн. В доме журналиста открылась персональная выставка художника Елены Малыгиной. В экспозиции работы разных лет некоторые зрителям предстают впервые. Одними из первых картину увидела наша съемочная группа. Струковский сад глазами Елены Малыгиной выглядит именно так. Художник часто рисует самарские пейзажи и всегда хотел он найти определенную форму, чтобы выразить свой особенный взгляд. Мне хотелось показать, что в этом Струковском саду ходили те люди, которые формировали город модерн, дамы, кавалеры. То есть вот эта эпоха, которая была, мне хотелось вот именно через эту пластику. И мне хочется все-таки вывести вот эту серию, чтобы она была объединена вот этим языком модерна. В экспозиции несколько десятков работ. Помимо пейзажей здесь есть и сказочные фантазии, выполненные маслом, и картины в технике графика. И я вот, например, наблюдаю такую небольшую графичность в ее живописи. Это необычно. И вот это сочетание дает как раз такое, скажем, впечатление от работы, от ее, что ты все это видишь в цвету, но в то же время ты видишь линии, которые характерны для нашего города. Елена Малыгина – участник многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Сейчас она находится в творческом поиске. Признается, хочет выйти на новую цветовую гамму в своих работах. Хочется выйти на другую цветовую палитру, на светлую. Никак не получается. Наверное, надо выбросить все краски и купить только светлую. Познакомиться с работами Елены Малыгиной можно в Самарском доме журналистов в течение месяца. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Крылья Советов сыграли в ничью с партизаном. Товарищеский матч прошел в турецком Белике, где самарская команда находится на тренировочных сборах. Игру руководство клуба и фанаты смотрели вместе в одном из городских спортбаров. В атмосфере предстоящего продолжения футбольного чемпионата страны побывал Сергей Кизоркин. Большой футбол на большом экране. Болельщики Крыльев Советов следят за успехами клуба даже в межсезонье. Команда сейчас тренируется в Турции, готовится к продолжению чемпионата страны в премьер-лиге. Как работают тренерские задумки Меодрага Божевича проверяет в товарищеских матчах. Очередной экзаменатор Крыльев – сербский партизан, один из лидеров национального первенства. Игрой самарской команды новое руководство клуба осталось довольно, хотя матч закончился в ничью 0-0. Тот результат, который сегодня показали с одним из сильнейших клубов сербских партизанам, а он идет на третьем месте, насколько я знаю, в Сербии. И этот клуб несколько дней назад отвозил по полю чемпиона Украины «Шахтер». Наши играли достойно, какие-то игровые эпизоды остались за сербами, но два выхода было, которые могли увенчаться успехом. Где-то, может, не хватило хладнокровия нашим игрокам. Футбольный клуб ждут грандиозные перемены. Сейчас проходит аудит. Разработана новая структура управления крыльями. Будет учитываться опыт и предложение ветеранов команды. В совет директоров, кроме Александра Фетисова, зампреда правительства Самарской области, вошел и Валерьян Панфилов, бывший полузащитник крыльев советов. Футболист в 70-е годы прошлого века провел за команду более 400 матчей. Мечтает, чтобы за клуб играли в основном местные спортсмены. Будет намного больше зрителей на трибунах, которые будут гнать, как нас гнали, когда мы играли, своим зарядом вперед. Я думаю, все равно. Это, конечно, поможет и команде развиваться, и расти, и всему нашему самарскому футболу. Задачи перед футболистами и тренерским штабом крыльев поставлены амбициозно. И в этом году войти в десятку лучших команд российской премьер-лиги, а в будущем бороться за участие в европейских турнирах. Пока самарцы на 13-м месте. Футбольные эксперты уверены, новому руководству клуба удастся реализовать намеченные планы. Все должно получиться. И та команда сегодня людей, которая пришла вместе с губернатором, они молодые, они амбициозные. И я надеюсь, что это как раз и повлияет хорошо на развитие клуба. А пока на втором тренировочном сборе в Турции у крыльев Советов запланировано 4 контрольных матча. Впереди еще две игры. 12 февраля с латвийским Спартаком и казахским Кайсаром. Национальный чемпионат возобновится в марте. Крылья в первом матче сыграют в гостях против московского локомотива. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самарской области началась метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью опустится до минус 15 градусов. Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной ЧП. Обрывов линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Увеличение числа ДТП. Главное управление МЧС рекомендует воздержаться от прогулок и поездок, не оставлять на улице детей без присмотра, не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и наледи. Машины не рекомендуется оставлять на улице или вблизи деревьев. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 и 01. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Внимание, тревога, учебная. Самарские коммунальщики отработали действия при аварии на теплопроводе. Передовые умы региона, выдающихся самарских ученых, наградили губернаторскими премиями. Год театра начинается с выставки. О сценарном искусстве рассказывают в детско-юношеской библиотеке. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова